всем привет привет нас видно слышно должно быть видно и слышно если присоединяйтесь дайте немного себе значит вы понимали что вы здесь и начали уже процесс самое главное те кто уже присоединился напишите звук на главный звук слышно ли нас нормально ли все то есть нам пока вот не очень понятно что сейчас происходит по ту от нас стороны экрана у присоединяются люди люди которые присоединились во первых здравствуйте суэн суэн скажите звук есть если звук как нас слышно наталья суэн скажите пожалуйста есть ли звук андрей может быть мы тут с тобой разговариваем разговариваем и нас не слышат не знаю надо спросить да просим обратную связь по техническим моментам о отлично все супер своем спасибо ну что значит начинаем рады всех видеть всех кто уже здесь всех кто еще будет присоединяться в любом случае запись я так понимаю останется правильно я понимаю с технической точки зрения это все запишется да или смогут посмотреть она будет оставаться да поэтому мы будем потихоньку начинать а вот и вопросы которые будут у вас возникать по ходу вы не стесняйтесь задавайте сразу мы будем читать отвечать наша встреча она сегодня для того чтобы вообще познакомиться а вот в таком формате а и поговорить немного о том что такое профайлинг тема интересная тема популярная наверняка вы о ней тоже уже нам много слышали если вы отреагировали в анонсе на эту тему а поэтому мы начнем и вы присоединяйтесь задавайте вопросы что прежде всего хотелось бы вот о чем сказать собственно наверное связь связь и отличие нлп от профайлинга профайлинга от нлп связь их вместе и отличие их друг от дружки если мы говорим про нлп ну по крайней мере в том формате в котором она ну в большинстве книг да используется в том формате в котором о нем говорили вот там отцы основатели в том формате в котором наверное в большинстве стал в большинстве своем люди сталкиваются на тренингах нлп является способом вносить изменения в свою жизнь через свою психику да через управление собой своими паттернами ну в общем то вносить изменения в такую систему как человек мы там и между людьми конечно и там как бы много всего но как бы то ни было нлп является наверное все таки в первую очередь все таки идея создания изменений то есть способом целым набором способов о том чтобы мы могли брать самый инструментарий находите собственно места в которые нам следует ведь самые изменения создавать изменения создавать свою очередь профайлинг является как раз таки на системы которая полагает что вы воспринимаете другого человека как некую уже сформированную структуру там личность характер тип личности а не важно как это называть но не нечто когда что-то существующие и с этим объектом да ну условно да а мы будем как-то взаимодействовать мы будем с ним возможно вести переговоры о чем-то а возможно строить отношения возможно решать какие-то профессиональные задачи а или просто развлекаться реализуя свои интересы вот и вопрос в чем да насколько с этим другим человеком будет комфортно насколько будет полезно насколько будет эффективно и как раз таки профайлинг позволяет не менять другого человека а понять его понять его насколько возможно глубоко а что этим человеком движет а что его привлекает а как он склонен принимать свои решения относительно его личных задач или относительно ваших совместных целей и вот эти вещи как раз таки находятся в зоне изучения профайлинга и именно в месте есть нас пересечения конечно пересечения между профайлингом и нлп потому что как я уже сказал да нлп может описать некоторые структуры внутри человека и дать инструментарий для того чтобы их изменить собственно говоря описать эти структуры нлп должно для того чтобы для то чтобы изменения производить ну как бы адекватные правильно чтобы мы там не просто там у нас были какие-то техники и мы бы например писали что потому и люди давайте колбасить людей вот этой техникой ну нет так не делается мы должны все равно какой-то описание систему вводить мы смотрим на человека и понимаем эти с точки зрения нлп да там но вот те самые условные идеи визуала удел кинестетик то есть мы говорим о том что нет не бывает конечно чисто там визуалов а уделов кинестетиков но мы с точки зрения нлп понимаем вот с этой описательной модели мы понимаем что есть люди которые у которых визуальная модальность развита слабо то есть они в ней там различают мало цветов различают мало деталей это нормально является ситуацией так вот на этом простейшем примере да в чем разница да и в чем схожесть между нлп и профайлингом то есть если мы просто например говорим что этот человек например не визуал да там антивизуал вот в этом месте мы начинаем описательную систему выводить скажем минуточка за рамки то есть с одной стороны мы кому клеим на человека некоторые ярлычок с другой стороны мы разделяем как раз вот эти вот самые или пепрофайлинг потому что если мы с точки зрения или нлп смотрим на человека у которых не развита визуальная модальность то нам что нужно сделать нам нужно ее развить ему потому что ну потому что в любом случае это лучше потому что это возможности пок我是 эта гибкость потому что там там, заключаясь ресурсы, в этой визуальной модальности есть ресурсы, у которых у него нету, совершенно понятно. Более того, некоторые техники, такие околотерапевтические техники НЛП, строятся на том, что мы обращаем внимание человека на модальность, в которой он не присутствует при описании проблемы. Ну так вот, с точки зрения НЛП, мы развивать должны его мозг. Юлия, Юлия, привет. Привет, привет. С точки зрения НЛП, да. Что там на экране происходит, да. Да. С точки зрения НЛП, мы, конечно же, должны человеку развить эту самую визуальную модальность, сделать ему счастье, и вообще вот все, чтобы здорово было. С точки зрения профайлинга, нам нет необходимости развивать этого человека. Потому что он, например, нас не просил, да, как минимум. А с другой стороны, например, потому что мы и не знаем, как его развивать, потому что в профайлинге в общем-то не то, чтобы может не быть. Нету техник для трансформации людей. Потому что не надо. Другие задачи. С точки зрения профайлинга, мы смотрим на человека, который вот с неразвитой визуальной модальностью, и мы понимаем, что если, например, нам хочется этого человека погрузить в уныние и печаль, надо дать ему денег и вот с таким, как бы, с дружеским участием попросить, слушай, вот по-братски сходи в магазин, купи мне терракотовую рубашку, и фисташковую купил, терракотовую, и фисташковую купил. Вот. И человек этот, как бы, поймет, что вот с одной стороны, конечно, важное дело, да, с другой стороны, он совершенно точно с ним не справится, прям со старта, потому что он эти цвета не представляет себе. Вот. А с другой стороны, ну, как бы, если нам не нужно пугать человеков, да, то тогда мы просто понимаем, что, ага, вот человек с неразвитой визуальной модальностью, ну, он просто не годится на роль, там, дизайнеров, оформителей, ну, вот кого-то в таком духе, да, он там не может даже натурально, может быть, блюдо красиво сервировать, украсить. То есть просто потому, что вот, ну, там, вот такой, он вот такой человек, от него не стоит ждать того, чего он, собственно, не может, не может дать. Это профайлинг. Да, совершенно верно. И, вы знаете, могу из своего опыта поделиться такой идеей. Я, когда, получив образование психолога, пришла работать в коммерческую структуру, у меня еще какое-то, ну, очень недолгое время была идея, что здорово, если в компании есть такая услуга для сотрудников, как, ну, условно, то, что называется, кабинет психологической разгрузки, где-то есть, где-то нет, ну, или куда могут прийти люди, а помимо того, что HR выполняет функции управления, мотивации, развития, подбора персонала, ну, к нему можно обратиться с какими-то личными вопросами. Но оказалось, что это действительно настолько разные сферы и разные задачи, что их нужно разводить. В коммерческих структурах, в деятельности, в бизнесе основной задачей является эффективность сотрудника на рабочем месте, независимо от того, что с ним происходит в других его жизненных контекстах. И, собственно говоря, эта идея верна, потому что если человек в силу склада своего характера, то, что мы можем называть там структурой личности, психотипом, его какими-то акцентуациями и так далее, вот он такой, какой он есть, и он либо подходит на выполнение каких-то своих должностных обязанностей, ну, либо не подходит. И мы не можем включать терапию, этому он должен, с этим он должен поработать где-то в других местах, соответственно, мы осуществляем подбор тех людей, которые будут соответствовать должности, у которых хватит там концентрации внимания, способности, наверное, к монотонной работе или, наоборот, к принятию быстрых решений. И это разные люди. Профайлинг как раз-таки знания, системные знания профайлинга помогают проводить оценку людей именно с этой точки зрения, без идей, что вот к нам придет кто-нибудь, он имеет какое-то образование, мы его там личностно подкорректируем, он там был медлительным, встанет поактивнее и будет хорошо. Нет, это слишком, ну, и финансово затратно, в том числе для организации. Мы уже не говорим о временных затратах, моральных затратах людей, которые будут осуществлять эту трансформацию. Вот, поэтому эффективнее подобрать сразу нужного человека на место, которое вакантно. Это вот такой пример из жизни, вот это личное понимание, почему вот это нет смысла осуществлять. Вот так вот. Я выйду за него замуж, и он изменится. Мы дадим ему хорошую зарплату, и он изменится. Там мы, там, скажем ему, типа, ты нужен фирме, и он изменит, он прям все поймет и станет прям вот другим станет. Мы объясним человеку, и вот сразу все наступит. Да, вот именно из этой серии. Ну, нет, конечно, эти идеи, эти идеи отчасти работают, но мы попадаем здесь в область не профайлинга, в область MLP, в область глубоких личностных изменений. Они есть, они работают, они требуют изрядного времени на себя, а профайлинг требует ровно одного. Профайлинг требует понятной системы описания, четкой, понятной системы описания. когда мы имеем какое-то количество, какое-то количество, не знаю, психотипов, например, архетипов, например, какое-то количество метапрограмм, из которых мы можем набирать комплексы. Более того, мы можем любые классификации использовать. Задача ровно одна, да. Задача исключительно в том, чтобы эти самые классификации, которые мы будем использовать, чтобы они обладали сенсорностью, понятностью, сходимостью, в конце концов. То есть есть, например, такая интересная, ну, как, с некоторой точки зрения, интересная область, вот я сейчас ее забыл, Юля, может, напомнит, мне и подскажет. Там, где эти, кто там, Штирлиц, Жуков, Гомер, нет. Соционика, вот, я вспомнил, соционика. Вот. Там, да, там есть некоторое количество тоже вот этих самых типов, которые сведены к историческим персонажам. Там есть даже система калибровки, но что-то как-то она у них неоднозначная очень. То есть одного так оттепировали, его же, другой же, оттепировал по третьему, по четвертому. Вот это то, что называется отсутствие сходимости. И, наверное, все языки описания, которые следует использовать в профайлинге, они, наверное, должны быть как-то более однозначны. Поэтому в профайлинг, ну, по крайней мере, вот в тот, с которым мы бы, например, там, хотели познакомить, да, и с которым будем знакомить, мы возьмем такие вот очень сенсорные, понятные вещи. Чего мы? Мы будем с эмоциями, например, работать. Вот на что можно обратить внимание, да, точка соприкосновения, или, скажем так, точка пересечения, MLP и профайлинга, это совершенно точно калибровка, наблюдение, отслеживание внешних структурных признаков от другого человека, да. То есть мы можем наблюдать там те же самые эмоции, о которых сейчас говорит Андрей. Мы можем наблюдать невербальное поведение, жесты, отслеживать изменения голосовых характеристик. Вот. Мы еще можем видеть, как человек одевается, ну, его общую манеру поведения. Это все то, что мы называем в MLP-калибровка. И вот именно из точки калибровки мы принимаем решение, да, нужно ли нам уходить дальше в MLP, то есть производить изменения у человека, или нам нужно просто определить как-то для себя человека, понять, он будет соответствовать нашим целям, там, справиться ли он со своими задачами, или нет, нам нужен там другой человек. Но калибровка, наблюдение, конечно, является основой. И поэтому где-то можно даже сказать, что NELPER может стать профайлером, а профайлер-NELPER не всегда. Это вот действительно вот такие разные моменты. Чего, с нашей точки зрения, в профайлинг надо брать? Очень интересны те самые эмоции. Те самые эмоции, с которыми, наверное, широко людей познакомил Пол Экман. эмоции, их в том, что называется базовая эмоция личности. Ну, знаете, там очень простая идея, когда человек регулярно испытывает одну и ту же эмоцию, ну, там, с завидной регулярностью, или достаточно часто испытывает одну и ту же эмоцию, у него на лице, ну, понятное дело, она начинает отпечатываться. Потому что мимические напряжения, они закладываются, потому что морщины опять же закладываются под эмоцию. Там где-то даже уже там мышцы начинают уже на постоянку, например, вот такие быть, да, или вот такие, неважно, любые могут быть. И вот такие вот проявления на лице тех или иных эмоций, они совершенно понятно, совершенно точно нам намекают на то, что у человека, скорее всего, определенным образом строится жизнь. его, то есть, его восприятие мира, да, что эта эмоция для него является главенствующей. Эмоции сводятся к такому замечательному языку описания, как метапрограммы. То есть, вот в НЛПе очень хорошая штука, они используются для, собственно, трансформации личности, но они используются и для описания. Это самая знаменитая мотивация, НК и ОТ, да, человек, ну, это некоторая базовая стратегия мышления, достаточно глубинная. Ну, и вообще, говорят, человек может и тем краем пользоваться, и тем. То есть, человек, мы, например, спрашиваем одного человека, а скажи, пожалуйста, вот мы собираемся на шашлыки с твоей точки зрения, что в этом хорошего, а что плохого? И человек, скажем, ну, только давай бы позитивно мыслить. Он такой, а, ну, позитивно, хорошо, конечно. И он называет, например, 8 плюсов этого мероприятия и 2 минуса. Мы говорим, хорошо, а теперь давай попробуем, попробуй подумать, как, ну, как такой вот немножечко человек, там, кризис-менеджерский, да, типа, вот, а что плохого может быть? Ну, то есть, вот, как бы, опять же, плюсы и минусы скажи, да, но, как бы, вот, удели внимание сложностям, например, этих самых шашлыков. И он, например, так напрягся, подумал и нашел 8 проблем, которые могут там быть, и 2 хороших. То есть, человек фактически находится на двух полюсах. Он и здесь может, и здесь может, и посерединке может, он везде может, да. То есть, эта метапрограмма, мы говорим, невыраженная для этого человека, а для какого-то другого, для которого, для которого, ну, условно, жесткость на этой метапрограмме является чем-то вот таким, ну, как-то зафиксированным, да, не знаю почему, от рождения там, или от еще чего-то. Мы спрашиваем человека, вот расскажи нам, пожалуйста, ну, давай так вот, просто скажи нам, что про шашлыки, да, ты думаешь, вот, плюсы и минус этого мероприятия. Он такой напрягается, говорит, ну, там, говорит, вот, просто выказывает нам 8, например, опять же минусов и 2 там более-менее плюсов. Мы говорим, ну, хорошо, а теперь, ну, попробуй мыслить позитивно. То есть, давай, ну, как если бы вообще, вот, прям, действительно, там все было максимально позитивно, как только может. Человек напрягается такой, прям, ну, как напрягается, расслабляется наоборот, да, насколько он может, перешел в позитив и выдал 6 минусов и 4 плюса. То есть, ну, это его крайняя точка. И, то есть, метапрограмма к и от для этого человека. Она вот у предыдущего вот так вот она была, да, ну, то есть, там, вся. Да, у меня руки не влезают сюда. Вот так, например, была. Такая, да. Вот такая была. А у этого человека, который второй, у него вся гибкость внутри этой метапрограммы сосредоточена вот здесь. То есть, ну, исключительно в зоне от. Он там, конечно, может какие-то плюсики находить, но в целом вот здесь. И про такого человека мы чего можем сказать? Ну, да, вот этот человек, он приверженец этому самому от. С поправочками, с точно такими же поправочками, как мы на курсе ЛП-практик говорим там про визуал, а удел кинестетик. Визуал – это скорость, 70%, например. Да, вот так вот мы говорим, там кинестетик – это так же. И вот здесь то же самое. И этих самых метапрограмм 12, кажется. Да, вот столько, сколько мы обычно привыкли разбирать. Их есть описаний больше, они там детальнее. Но если говорить о каких-то действительно базовых, которые являются что ли универсальными, проявляющимся в гораздо большем количестве контекста, ну, их все-таки выделено вот столько. Часть из них, часть из метапрограмм прекрасно калибруется по внешнему виду, по поведению, по каким-то таким вот элементам. Часть метапрограмм калибруется чуть похуже, ну, там, по голосу, по вопросикам, по наблюдениям человека. Некоторые из них там с друг дружкой связаны таким образом, что одна из метапрограмм, она, ну, как бы заставляет человека тяготеть. То, что называется, прямо коррелирность. Как коррелирность, хорошего. Да, чем один элемент ярче выраженнее, но другой, мы просто предполагаем, что он тоже будет выражаться так же ярко вслед за вот этой метапрограммой, даже если мы сейчас ее не видим. Она априоритом есть. Поэтому, да, такие связки, они есть, и мы о них тоже говорим. Это хорошо, когда у вас есть минимум информации о человеке, и вам нужно достроить некую его общую структуру для того, чтобы, опять же, принять решение. и у вас нет возможности с ним лично пообщаться до принятия этого важного решения, да, ну, вот ограничено объем информации, да, что делать. Естественно, аналитические способы работы с вот этими метапрограммами, связками, корреляциями, они очень помогают, они логичны. Зачастую они могут быть обусловлены социокультурными вещами, и если вы понимаете, о каком человеке идет речь, какого он уровня, социального слоя, культуры, это много вам расскажет само по себе в том числе. Метпрограммы связаны с эмоциями, эмоции связаны с метапрограммами, все вместе они связаны с такой замечательной штукой, как психотипы, которые пришли к нам из психиатрии, где этих людей лечили, ну, а мы работаем со здоровыми, которые, ну, на них просто немножечко похожи, они как бы здоровые, но тем не менее у них есть некоторая, ну, даже не акцентуация, а некоторая особенность личности, которая, ну, в том числе, в том числе, может быть, например, выражена как некоторый метапрограммный паттерн, либо они могут быть выражены как некоторые когнитивные, базовые когнитивные стратегии. Это вот те самые отличительные черты характера, я немножечко пытаюсь гладить вот этот переход, типа, люди, которых лечили, и типа люди, которые здоровые, но вот что-то их лечили, да? По большому счету это ярко выраженные черты характера, когда про человека совершенно четко все, кто его знает или знают понаслышке, ну, точно про него знают, вот, он очень веселый, или он там перекати поле, или вот ему там не сидится на месте, или этот человек добросовестный про него говорят. И за этим стоит уже такой, как сказать, образ трехмерный, да, то есть за этим стоит очень много деталей, которые мы можем вытащить просто из этой оценки, вспоминая о том, что за этим стоят определенный набор метапрограмм, определенные привычные эмоции, то есть вот такая характеристика, она уже дает нам много информации, если вы понимаете, как ей пользоваться, в этом прелесть профайлинга, да, я тебя немножко перебила, ну, люди хорошие, здоровые, да. Хорошо, как-то хорошая штука в этих самых психотипах в том, что они вот-то они калибруются хорошо, ну, и для них существуют там и тесты даже, то есть это вот для для тех, кто зачем-то, например, хочет загнать людей, тестироваться, нет проблем, это можно делать, почему бы, почему бы и да. Да, называется акцентуация личности, да, тесты адаптированы под социальную норму для людей и используются в том числе при отборе персонала чаще всего, да. И нас здесь даже интересует не то, чтобы эти тесты есть и их можно использовать, не то, чтобы вы побежите их делать или людям выдавать, там в другом вопрос, если эти тесты существуют, значит, эта классификация является вот той самой там сходимой, то есть она значит, ну как по тестам и туда и сюда, там однозначно, кто бы ее не проводил, да кто бы не сдавал, один человек будет откалиброван однозначно, валидные результаты, валидные результаты, да. Вот это как бы свидетельствует в пользу того, что эту модель надо брать, эта модель полезная. Так мы берем и пользуемся, потому что прикольно. при этом все-таки нам кажется, наше мнение заключается в том, что психотипы как-то более, наверное, полезны, как, ну в первую очередь полезны, как именно когнитивные особенности, то есть взаимоотношения человека больше с миром, нежели с социумом. Для социума мы замечательную модель архетипов используем. То есть она очень хороша, как некоторое выражение социальных ролей. И, например, в том же самом рассмотрении человека на тему может ли этот человек работать на этой должности, вопрос ставится следующим образом, может ли этот психотип быть этим архетипом. И там тоже такая очень интересная табличка, кто кем может быть, причем кто кем может быть хорошо, кто кем может быть ну там как бы ну пойдет да там нормально, а кто кем не может быть ну просто просто практически в принципе. Связано это в том числе, например, может быть описано вот этими переходами внутри медпрограмм. Да, с психологической точки зрения считается, что человек не меняется практически всю жизнь. Он как вот сформировал, ну то есть его ближайшее окружение, родители, семья сформировали ему структуру личности, восприятие себя, восприятие окружающего мира. Собственно говоря, с этим вот этим я, он идет по жизни, используя все присущие стратегии, привычные, привытые, отработанные в детстве. Вот, поэтому психология с этой точки зрения достаточно, ну как бы, категорично я не меняется, там можно менять отношение к чему-то, еще что-то, ну собственно говоря, должны бы произойти какие-то очень серьезные в жизни человека потрясения, чтобы можно сказать, что он после этого события вот стал просто другим. Да, но это вот действительно что-то мега с эмоциональной точки зрения, с физической точки зрения. Вот, но тем не менее, эта мысль, она, конечно, как бы подтверждается опытом, опытом жизненным, там, личным, других людей, исследованиями психологическими, но как-то все равно есть какие-то моменты, когда, ну как же так, что значит не меняется, да, все равно человек в детстве там один, он одним образом себя ведет, там, юности, другим, там, повзрослел, там, женился, там, ну это вот все равно разные проявления этого я, нельзя же в этом формате сказать, что он совсем не меняется, и как раз таки вот такая модель использования психотипов с одной стороны, как вот той самой структуры личности, базовой, да, сформированной в семье, возможно, где-то обусловленной и условиями, там, беременности, да, и первых месяцев жизни в том числе, вот, и... Звездами, звездами еще. Звездами, да, звездами, это самое важное, а еще предками, да, и прошлыми жизненными, вот, про них забыли. Вот, а с другой стороны, вот, социальное развитие, социальное проявление, коммуникация, описываемая моя через архетипы, как раз таки, и объясняет вот эти гибкие переходы, инициации, да, из одной роли социальной в другую, социальную роль. Поэтому, как только мы дошли вот эту взаимосвязь, вот эту внутреннюю логику, картинка стала очень цельной, очень логичной, и когда мы начинаем калибровать, профилировать человека уже с использованием вот этой цельной системы, знаете, мы получаем, ну, очень интересные, там, результаты, очень интересные, там, прогнозы, да, такое понимание вырисовывается очень четкое. Об этом, да, тоже мы говорим. Да, и хорошо, в этом смысле хорошо, что есть несколько языков описания, те же самые, там, эмоции, медпрограммы, и психотипы, и архетипы, да, и может быть, что-то еще появится, но почему бы и нет, все рассматриваем. То есть, чем их больше, тем проще, чем проще собрать описание человека единое, ну, как бы с разных сторон. Есть возможность задать человеку вопрос, хорошо, можем отполебровать вот это. Нет возможности задать вопрос, ну, мы посмотрим с другой стороны, да, поколебуем, там, вот так, не знаю, соискатель резюме, он там на фотографии. Смотрим, смотрим по фотографии, вот так вот рукой делаем, я вижу, он не подходит нам, да, или как-то еще вот так вот. Смотрим по фотографии, те же самые, например, базовые эмоции, вполне, вполне себе может быть. заходим на вконтактовский или фейсбук профиль соискателя, и там вообще очень много чего можно по нему понять, да, и потому что он пишет, и как он пишет, там, репостить, не репостить, как, чего там, если он еще и видео показывает, то вообще все, да, и очень многие вещи становятся видны вот здесь и сейчас, да, по каким-то очень простым, каким-то очень простым вещам мы делаем уже предположения о человеке, часть из них являются точными сразу, часть из них являются пока что предположительными, как гипотезы, да, но и при этом понятно, как их уточнять, потому что, когда все это между собой взаимосвязано, мы делаем предположения, там, они пора наявляют человечек, ну, и достаточно потом просто посмотреть уже пристально, детально, такие смотрим, а, да, а вот, да, например, или а вот нет, а нет, а вот он такой, например. Опытные специалисты по подбору персонала, там, HR-менеджеры, которые работают с персоналом разного уровня, они действительно, глядя на резюме, могут принять решение, там, нужно приглашать этого человека или не нужно, даже несмотря на то, что у него резюме гладкое, вот, по опыту работы смотришь, ну, вроде все классно, там, и логические переходы, и по времени, там, и подходит, но как-то вот в целом что-то не то, и если вы будете задавать вопросы, HR-у, он вряд ли вам объяснит, он говорит, да я чувствую, что вот, и говорит, я знаю, что когда у меня возникает такое чувство, я этого человека все равно приглашаю, потому что вроде придраться не к чему, а вот мое, подтверждает, он косячит на собеседовании, он там раскрывается, и становится понятно, что как бы зря потерял время, но это опыт, это уже наработанные знания, которые человек начинает называть интуицией, да, то есть накопилась огромная база там знания внутреннего, оно не всегда прям выходит на уровень сознания, но уже с лечения это происходит, внутри знаю, вижу, подходит или не подходит, вот, поэтому вот неосознанное знание, это тоже круто, это здорово, но требует вот такого длительного накопления, если, например, человеку предложить подбор на ту должность, в которой он еще не работал ни разу, ну вот там вот не факт, что у него получится так легко, ну просто в силу того, что там другие люди, по-другому они проявляются, и в описании своего опыта, и, то есть в лингвистических конструкциях использования, да, и внешне это будут другие люди, проявляющие другую невербалику, то есть смотришь по фотографии, не всегда понятно, подойдет ли он, не подойдет, потому что еще нет вот внутренней этой базы, вот, поэтому знания как раз-таки профайлинга, они системны, настолько, что вам не надо там с этими работали, или с этими не работали, вы просто будете понимать, что вот такая структура, вы по фотографии определяете, это вот относится к такому-то типу личности, понятно, что это широкое приближение, оно достаточно достоверное, и человек там будет лучше себя проявлять вот на таких должностях, а вот на вот такие должности пока не надо, вот поэтому вот экономит время, профайлинг экономит время, наверное, как и любые знания, учены в практике. Как нелперы, как вот те, кто моделирует, мастера, да мы знаем, если человек говорит по интуиции, она у него систематически срабатывает, за этим стоит стратегия. Сформировалась ли она сама по себе, сформировал ли он ее там под влиянием чего-либо, в любом случае, получение новых данных, новой информации способна стратегию улучшить, способна стратегию дополнить, способна сделать из нее там гораздо более, гораздо более эффективно, да, и оно чего, оно не только же в HR, оно же только в подборе. Ну, собственно говоря, да, это касается всех сфер, просто бизнес, наверное, это вот то место, где точность, работая с людьми, определяется и деньгами, в том числе, да, то есть там ошибки могут просто дорого стоить, но, к сожалению, если мы не пользуемся знаниями в построении отношений, да, ошибки тоже могут дорого стоить, но только эмоции наши, нервы и так далее, да. Часть, даже часть информации из вот этого профайлинга, те же самые, например, метапрограммы, которые мы, например, в том числе даем на тренингах, NLP, в переговорах и продажах, там, где, по крайней мере, там 3-4 из этих самых 12 метапрограмм являются очень сильно нужными и важными, для того, чтобы просто понять, а человек, он чего вообще, в каком формате он хочет от нас услышать то, что мы хотим ему сказать, то есть в каком формате он информацию получает там к себе, да, как ему ее подавать, чтобы вот это было понятно, там, те же самые там психотипы, архетипы, да, мы, ну, стараемся выявить ценности человека, и это правильно, это нужно, но при этом в рамках психотипов, архетипов, если мы их откалибровали, то там-то ценности как раз встроены, если человек, там, условно, шизоид, совершенно понятно, по психотипу, какие ценности когнитивные для него являются важными, если человек по архетипу воин, то опять-таки понятно, какие ценности и критерии для него будут важны, ну, то есть, по крайней мере, как они формируются у него, то есть, и тоже уже, уже становится, ну, как-то, становится понятно, к чему привязывать, например, там, наше предложение или разговор, или какие разговоры не заводить, или, там, ну, вот, если не про бизнес, если просто про отношения, если даже просто про дружбу, да, просто человек, например, мы понимаем, что эти разговоры с ним вести бессмысленно, не нужно, не важно, там, ни о чем, вот этот человек не для этого, этот человек не для этого, и все, и просто от него этого перестаем ждать, и все, ну там был у меня в юности человек который прекрасно хороший друг прекрасно организовывал тусовки веселья просто вот как бы тусовки хорошо по поводу там работы появлялись некоторые как это минусы этого психотипа этого паттерна ну и наоборот да я думаю люди и среди вас и среди ваших знакомых есть люди которые там вот надежные по работе там все ну и попросить его организовать там выезд на шашлычки но это будет нет и такое зарегламентированное и совершенно не надо такого наверняка может быть и у вас есть опыт когда вы для себя где-то там негласно понимаете что с этим другом подругой вы делитесь одними секретами или вот для вас важными вещами а с другим другом подругой не делитесь ну или не настолько секретными а если вот вы зададите себе этот вопрос в лоб а почему так конечно же вы на этот вопрос себе ответить что может быть там кому-то чуть чуть больше доверяете или кто-то вам чуть чуть ближе или кто-то вот так отреагирует вы предполагаете на вот ваши сокровенные какие-то состояния а кто-то по-другому вам не хочется получить ту реакцию хочется именно другую и вот эти вещи да это вот то самое интуитивное неосознанное знание ваших близких да вы все равно их знаете конечно же когда это вот происходит через естественный опыт знакомства общения вы это вот так вот мягко гибко там планируете с кем и как общаться вот но если вы зададитесь вопросом собственно говоря почему так происходит только краски вот а вы начнете вникать в то что мы называем и метапрограммами и базовыми эмоциями и там стратегиями тех или иных психотипов или архетипов и каждый из них каждый из ваших друзей силен в чем-то и вы знаете что вот с этим классно действительно и поработать с этим лучше там просто там погода веселиться легко расслабиться это тоже здорово при этом дети это точно так же может быть и с детьми видеть что ваши дети например явно могут начинает склоняться к этому и но он психотипу и через это но или или радоваться использовать например там или может что-то корректировать если там какие то еще или там потом за дополнять что-то в дополнение к лидом то есть так чтобы плюсы например психотипов усилий до минусы может быть там как там мне не велиоже чтобы больше чтобы больше некоторые вещи раскачать но это вот если условно если надо все равно да если есть какая-то идея или есть возможности необходимо все-таки корректировать личность человек в противном случае конечно вот то с чего мы и начинали на разговор профайлинг как просто описали и все очень очень понятно очень понятно что это за человек где он будет на своем месте где не на своем там где 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 получится где не получится очень много же бывает ситуации когда человека например но сидел сидел на своей должности работа общем-то там все тянет работу да там нормально вроде умный вот все хорошо там и надежно и все классно его повышают до начальника и это создает проблемы потому что вот начальство он не тянет ну по тем или иным причинам то есть там те паттерны которые должны быть на месте руководителя он их не тянет в силу например своего психотипа а в силу тех же самых метапрограмм или чего-то еще соответственно ну вот это хорошо бы предсказывать заранее такие вещи человеку крайне неприятно да получить повышение зачастую люди хотят повышения даже не осознавая того что им не подходит потому что а в нашей культуре да в традициях принято двигаться вверх да там строить эту карьеру мало кто осознанно может отказаться сказать да нет я вот выполняю свои функции мне хорошо я не хочу быть руководителем вот в большинстве своем до человек может быть там глубине души и побаивается но как бы уже время пришло да и положено да и статус две деньги другие а вот но в результате исправившись обязанностями возвращаться на прежнюю ступеньку просто неприятно да там психологически неприятно и перед другими неудобно а как это так вот и в лучшем случае человек уйдет в другую компанию на должность пониже или может быть надо будет претендовать снова на должность руководителя но это уже основа внутреннего конфликта справиться или нет другой вопрос алексей радио нлп форева ирина юлия всем привет привет кто махает руками мы вам тоже машин с некоторой периодичностью рады всех рады всех видеть в принципе мы так-то вроде все сказали но мы продолжаем здесь быть вопросы может быть какие-то какие-то там мысли идеи мы сейчас может что-то мы упустили важно и не сказали да вас же почему-то заинтересовала тема наверно у вас есть какие-то идеи вопросы которые хотелось бы прояснить мы тогда поговорим об этом потому что действительно это многогранная вещь и применимость ее тоже достаточно широка может быть и какие-то у вас есть жизненные задачи контекста где было бы полезно или есть вопрос по этому поводу буквально мы через через каких-то через каких-то три недели мы начинаем дистанционный курс по практическому профайлингу через три недели это 15 июня да а я еще думаю что должно быть как тоже в пятницу через здесь не получается ну через две значит через две вот дистанционный курс где как раз это все будет и эмоции и психотипы и архетипы и медпрограммы и как это все объединить в единую систему собственно профилирование человека да удобно и понятно вот и говоря там как это чего полтора месяца до 66 блоков тренинга полтора месяца будем заниматься раз в неделю видео занятия эти всякие материалы и собственно говоря домашние задания кто домашние задания сделает кто будет делать все домашние задания тот помимо того что молодец получит сертификат кто просто будет слушать тот получит знания навыки и тоже будет молодец называться вольным слушателем так тоже может быть как вы доходите в медицинский университет вольным слушателем для того чтобы пополнить там свои знания вот и вы знаете действительно профайлинг универсальная вещь. Если это вам не нужно, например, для работы, вот прям в чистом виде, вы там не являетесь управленцем, хотя вообще сложно предположить, почему не надо. Если вы не управленец... Сейчас не очень понятно, кто вообще не является управленцем, потому что мы так или иначе все управленцы, да. В личной жизни, в общественной, в семейной, даже с друзьями все равно. Ну, хоть какая-то управление, чуть-чуть под манипуляцией все равно происходит. Либо клиенты. Ну, я вот о чем. Если мы все-таки будем рассматривать этот навык не просто как вот инструмент, который прилагается там или там, а просто как инструмент вашей коммуникации с любыми людьми. Из идеи, что мы как-то близких своих у нас нет задачи исправить. Ну, близких мы, может быть, еще будем стремиться исправить. Это ладно, это нормально, все через это проходят. Но вот друзей вряд ли. Друзей мы чаще всего принимаем такими, какие они есть. Ну, вот он такой, я люблю его такого, и именно поэтому мы с ним дружим, поэтому он классный. Есть у него недостатки? Да, ладно, у всех у нас есть недостатки. Но понять лучше своего друга, понять, почему он такой, да, в чем его сила, как его замотивировать, да, то есть как ему предложить что-то интересное так, чтобы там, его включить, чтобы вот он там загорелся, да, раскрыть в том числе его ресурсы. Да, мы можем, конечно же. То есть мы его переделывать не будем, но вот те его фишки, те его особенности, те плюсы, мы будем их включать, мы будем наоборот помогать ему реализовывать себя, ему будет с вами еще прикольнее. Ну, и правильно, Андрей, говорю, считывать вот те самые минусы, опять же, у кого их нет, да, и это как-то сделает наше общение там более приятным, там, гармоничным. Почему бы нет? Что, с вопросами никак, да, я вот вижу, что так. А мы опять, мы опять, видимо, все понятно рассказали. Молодцы. Я даже не знаю, да. Ну что, а тогда, наверное, и все. Если вопросов нет, если все мы хорошо... Срочно, срочно вопросы. Если все мы хорошо рассказали, тогда мы просто еще раз поблагодарим всех, кто был, всех, кто слушал. Спасибо вам всем, что пришли. Мы обязательно будем делать еще... Обязательно будем делать еще трансляции, там и по всяким остальным разным другим темам. Надеюсь, и с большим количеством вопросов получится провести какую-нибудь непонятную тему возьмем, которую сами не знаем и никто не знает. А вы, кстати, напишите нам в комментариях, может быть, сейчас или когда мысль придет, вы подумаете, мысль придет, а просто пишите нам в комментариях или в личку, и мы просто будем готовить те темы, которые вам актуальны, вот здесь и сейчас. Не просто мы там предложили что-то, а то, что вот вам будет сейчас прям полезно. Это тоже интересно. А что еще порассказывать? Да. Мы порассказываем. Ну что? Ну что? Всем спасибо. До новых встреч. Счастливо вам. В эфире. Пока. Счастливо. Пока. Счастливо. 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 Пока.